Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители YouTube-канала компании Markets. На связи Михаил Ричард. И сегодня у нас очередной разбор рынка и анализ текущих сделок, торговые сигналы и вообще во что можно инвестировать и торговать для того, чтобы заработать на следующую неделю с 9 до 13 ноября 2020 года. Выбор уже постепенно подходит к концу. Сегодня, я надеюсь, будут уже готовы результаты текущих президентских выборов в США. Пока лидирует Байден. Ожидается, что он и победит. Но что будет в будущем, это еще под большим-большим вопросом. Так как мы тоже прекрасно знали, видели в 2016 год, когда побеждала Клинтон, но в то же время в последние секунды, последние минуты победил Трамп. Будет ли так? Сейчас я, честно говоря, сомневаюсь. Думаю, что все-таки, как раз о нем говорят, голубая волна пройдется по Америке и все-таки президентом станет Байден. Но посмотрим все еще. Все еще впереди. И тут самый большой вопрос возникает в том, что же будет делать дальше Трамп. Как будут далее развиваться события? Будет ли какие-то судебные разбирательства по поводу праведности подсчета голосов? Будут ли продавать, продавать, не продавать, а будут ли... Ну, правильно, инвесторы продавать свои активы из-за тех же непонятных вещей, которые будут производиться в штатах. Вот это самый главный вопрос и это самый большой риск, который сейчас есть на данный момент. Ведь в зависимости от того, насколько долго затянется процедура подсчета голосов и решения по поводу того, кто дальнейший президент, от этого и будет зависеть дальнейшие пакеты стимула экономики, от которых, конечно, в итоге будет зависеть, будет ли расти фондовый рынок. Вот, поэтому риск президентской гонки пока еще остается и только после того, как будет уже окончательно подтверждена все расчеты, вот после этого только мы сможем сказать, что да, все, эти риски ушли на второй план. Сейчас можно спокойно ожидать Санта-Ралли и дальнейшего роста фондовых индексов. Что же сейчас происходит на рынке? Нам лучше всего посмотреть конкретно по фондовым индексам. И в частности, смотрите, тот же индекс Nasdaq 100, это его фьючерс, который двигается сейчас на азиатской сессии, уже полностью упал по сравнению с вчерашним днем на 1,5%. Это фактически компенсировал весь вчерашний рост. Почему-то произошло, в первую очередь, это из-за неопределенностей с выборами. Все-таки уже третий день и до сих пор еще нет результатов выборов. И пока все в ожидании того, как проголосует хотя бы один из четырех штатов, которые еще не определились. И в зависимости от того, если хоть в одном штате побеждает Байден, то в таком случае он уже победил всю президентскую гонку. Поэтому на данный момент из-за вот этой неопределенности видим и падение на фондовых индексах. И в принципе упал как Nasdaq 100, так и S&P 500. И увеличивается волатильность. Индекс ВИК, как видим, тоже растет после своего резкого падения. И как будет дальше, посмотрим, покажет рынок. Я пока думаю, что на самом-то деле данные риски, они сегодня будут учтены. И это вся фиксация прибыли, которая произошла. Так как все-таки за это время действительно фонды Виндекса очень круто выросли. Она будет успешно зафиксирована. И со следующей недели в дальнейшем продолжится рост. Более того, вчера было заседание ФРС. И ФРС оставил процентную ставку неизменной. В принципе, как и ждалось, и продолжает таргетировать так называемую безработицу. Смотрите, в чем момент. ФРС поменял свою политику таргетирования по таргетированию инфляции на политику таргетирования безработицы. Ведь, 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 на данный момент безработица в Штатах составляет 7.9%. Это раз. Второй момент. Она постепенно-постепенно снижается. И до ковидного уровня еще было 3.5%. Соответственно, теперь первая цель ФРС заключается в том, чтобы снизить данную безработицу до 5% и ниже. Это раз. Второй момент. Раз идет снижение безработицы. Это что должно быть? Компании должны брать кредит, создавать новые рабочие места и развивать производство. В результате, как мы видим, этого производства, ну, это производство должно расти. И для того, чтобы раствовать производство, надо занимать новых людей. Люди получают больше денег. Раз люди получают больше денег, соответственно, будет расти инфляция. И на данный момент ожидание по инфляции, по последним данным, было 2.98%. Именно чисто потребительская инфляция. И, как видим, она немножко подупала. То есть, рынок не ожидает, что люди будут тратить больше денег. Раз падает инфляция, значит, деньги не тратятся. А раз деньги не тратятся, то в таком случае и компании будут зарабатывать меньше денег. И это все приводит к тому, что стоимость компании тоже будет падать. И поэтому, как раз в понедельник у нас 9-го числа будет ожидание, новые данные ожидания по инфляции. Если эти ожидания будут идти в рост, то это все нам скажем про то, что фондовый индекс тоже вырастет. Но, тут есть еще один важный момент про то, что если падает инфляция, ожидание по инфляции, в таком случае у ФРС развязаны руки и они могут спокойно дальше продолжать свою политику стимулирования и еще больше денег выливать. И это все приведет к непосредственно еще более быстрому темпу роста фондового рынка. Но, в то же время, это приведет и к падению курса американского доллара. Вот, что самое важное. Курс американского доллара по отношению ко всем основным валютам. Евро, фунт, иена, франк, канадский доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар будет падать. Более того, буквально сейчас в Австралии процентная ставка тоже снижена. И если она еще раньше была 0,25%, вот буквально сегодня процентная ставка была снижена уже до 0,1%. То есть, это говорит нам о том, что страны начинают снижать процентные ставки, все страны уже начинают снижать процентные ставки, вливать новые деньги. Все прекрасно понимают, что коронакризис 2020 может перейти в коронакризис 2021, может быть вторая волна кризиса и в итоге надо уже поддерживать экономику и поддерживать непосредственно производство и спрос. И вот тут на этом фоне возникает следующий момент. Почему Китай так быстро восстановился? Потому что если мы посмотрим на ВВП Штатов, то на данный момент темп роста ВВП год-году минус 2,9%, в Китае 4,9%. И все другие страны имеют отрицательные темпы роста ВВП, ну кроме Бангладеша, Египта, ОАЭ и Тайвань. Ну и Китай, понятное дело. А Китай это самый крупный производитель. И если производство уже восстанавливается, то спрос еще не восстановился. И вопрос в том, когда он восстановится и будет ли восстановление быстро, это уже другой вопрос. И соответственно, какие страны, как Китай, Тайвань, Бангладеш, тоже это страны-производители. Китай это самый крупный производитель в мире. И в итоге мы видим, что и ВВП его будет расти, и Китай будет быстро расти и развиваться. Но это не означает, что через какое-то время обгонит Штаты. Ведь Китай производит, Штаты потребляют. Вот это самый Китай произвел, Штаты съели. И получается, что если Китай будет слишком много производить, то это не означает, что на рынке Штатов будет намного больше спроса для того, чтобы, собственно, это все продать. Вот это важный такой момент, который следует понимать. Поэтому Китай всегда будет вторым, а Штаты с Китаем будут идти вот так вот наравне. И теперь отсюда следующий вывод, что учитывая, что происходит политика стимулирования экономики, учитывая, что идет постепенное восстановление спроса, можем ожидать уменьшения безработицы, можем ожидать рост непосредственно трат денег. И как результат мы можем ожидать падения курса американского доллара. Это первый момент. Второй момент. Можно ожидать падения, рост курса евро, рост курса японской иены, британского фунта, канадского доллара, российского рубля даже и все других валют по отношению к американскому доллару. Так, на следующей неделе особо из таких новостей у нас ничего сверх-сверх важного-то и нет. Есть только данные только по инфляции. Соответственно, если инфляция продолжит расти, это только плюс, потому что люди тратят больше денег. Вот теперь, что касается непосредственно нашего счета и текущих сделок. На данный момент сделки остались те же самые. Это фунт, USDCAD, USDJPY и золото. Сегодня вполне вероятно будут новые сделки. По зафиксированному балансу 10473 доллара на начало этого проекта депозит был 5000 долларов. То есть, фактически депозит удвоился. Вот, и теперь смотрим, что дальше. По евро-доллару. На данный момент, честно говоря, не успел в самом низу купить его, но глобально евро продолжит свой рост. Есть все шансы на то, что он еще вырастет к 1,2. Но покупать его на этих максимумах я как-то не особо хочу. Подождем или балансировки, или небольшого отката. Это раз. Дальше, по фунту. Фунт тоже находится сейчас относительно на максимумах. Теоретически есть запас хода далее вверх. Поэтому можно его будет рассматривать на покупку и дальнейший рост к 1,34. В принципе, его даже сейчас уже можно приобрести. 0,05. Это наш рабочий объем. Соответственно, фунт зашел. Хотя сейчас уже рабочий объем буду пересматривать. Доллар-франк постепенно снижается. Пока сигналов, как видите, как таковых нет. Доллар-иена очень круто упали. Думаю, что еще немного подупадут. И когда появится здесь сигнал, можно будет доливаться и устранять вот эту позицию. И дальше ждать роста. НЗД-иена. Пока находимся ровно по центру во флете. Ничего, никаких входов у нас нет. НЗД-юсд тоже пока особо ничего нет. На самом максимуме находимся. Доллар-канадец. Очень круто упали. Тейк-профит у нас здесь жду. И, в принципе, ждем, когда будет больше стабилизация на рынке и дальнейший рост. Следующий. Аут-юсд. Находимся на максимуме. Пока ждем дальнейшего сигнала. Аут-кат. Пока ничего особо. Аут-франк. Тоже особо ничего. Аут-иена. Уже выросло. И сейчас пока тоже ждем. Аут-НЗД. Тоже находимся во флете. Пока сигналов как таковых нет. Канада-франк. Круто упали. Если будет пробой верхней границы, тут можно его рассматривать вверх. Дальше. Канада-иена. Пока находимся по центру. Особо ничего. Франк-иена. Тоже постепенно идет рост. Но я думаю, это будет широкий флэт в диапазоне двух уровней. 115-27 и нижней границы 113-47. И следующий. Евро-аут. Закрылка, видите, на самом максимуме удалось так. Но пока, я думаю, будет какой-то флэт. И после того, если здесь, вернее, появится у нас какой-то сигнал, тогда можно будет его далее покупать. Следующий. Еврокат. Тенденция. Пока никак не поменялась. Вернее, какой-то черкой нет. Все находится во флете. Поэтому ждем. Евро-франк. Та же самая картина. Все во флете. Вообще, евро-франк это как валюты, которые в очень широком флете, в очень узком флете, наоборот, ходят постоянно. Я его не особо люблю торговать. Евро-фунт. Вот тут есть хорошая тенденция для дальнейшего роста. Видите, был резкий всплеск. Сейчас его разгрузили и есть дальнейшая возможность для дальнейшего непосредственно роста на обновление его данных максимумов. Поэтому евро-фунт можно попробовать подкупить с тенденцией на дальнейший рост. Далее. Евро-иена. Пока находится во флете. Ждем дальнейшего развития событий. И ждем или пробоя нижней границы, и дальнейший рост, или пробоя у данной верхней границы. Евро-нзд. Пока ничего нет. И фунт-аут тоже сделка одна осталась, две я закрыл. Тут тоже интересный момент. Заработок составил практически 800 пунктов. 800. Не. 800 пунктов по 4 знаку. 8000 по 5 знаку. Вот что означает среднесрочные сделки, когда есть осознанное понимание того, в какую сторону пойдет рынок. Фунт-канада тоже пока ничего нет. Фунт-франк пока ничего. Фунт-иена тоже все находится во флете. Фунт-нзд тоже пока во флете. Поэтому ждем более адекватных сигналов. НЗД-кат пошла какая-то тенденция наверх, но это тоже очень слабенькая тенденция. Поэтому ждем. Доллар-рубль. Вот тут интересная картина. Мы уже находимся на максимуме. Пока спрос как таковой не особо восстанавливается. Ждем стабилизации. Золото. Золото. Тенденция наверх. Я думаю, эта тенденция наверх и далее продолжится. Поэтому, собственно, мы сидим в сделке и ждем дальнейшего развития. Биткоин четко пошел по нашему плану. Как я, собственно, на прошлом занятии говорил, что его спокойно покупаем, так как есть тенденция далее вверх. 16 тысяч. Ну, ближайшее, я думаю, будет где-то около 20 тысяч. Оттуда будет сильная коррекция где-то к 15 и обратно, а то и ниже. Дальше. NASDAQ-100. Тоже тенденция шикарная. Очень круто выросли. Я думаю, что этот рост и далее продолжится. Поэтому даже сейчас мы можем взять себе 0.02. Это получается на 2000 купить еще дополнительно NASDAQ. И на такую же сумму можно докупить дополнительно S&P 500. Потому что обновление максимум в любом случае будет. Поэтому сумма вложений на данный момент у меня по этим двум составила порядка 5000 долларов. Собственно, половина вложена в фондовые индексы. Ну и тенденция по нашему ВИКСу, я думаю, будет дальше снижаться. Поэтому или сегодня, или после отрытия рынка в Штатах, или же уже с понедельника я тоже буду ВИКС продавать. Но ждем пока отрытия рынка, так как может быть резкий всплеск и потом дальнейшее падение. Вот. Собственно, такая вот ситуация на данный момент. Основной заработок, как вы, собственно, видите, делается на фондовом рынке. И он дает нам основную доходность. Поэтому торгуйте, инвестируйте, зарабатывайте. Будьте успешны, регистрируйте себе счета. И так как сейчас реально хорошая возможность заработать деньги. Так у нас начинается. Выборы закончились. Жидаем только новый пакет стимулирования экономики. Начинается с антаральной. И в февраль в месяц можно сделать очень даже неплохую доходность. На этом я все. С вами был Николай Ричард. Успехов вам и побольше в профитах.